Новый год с новых нот. Сегодня состоялось торжественное открытие реконструированного здания Разуминской школы искусств. До этого юные музыканты много лет вынуждены были заниматься в свободных от занятий классах местной школы. Фонд поколения Андрея Скоча отремонтировал дополнительные помещения. Как изменилась жизнь воспитанников и педагогов школы искусств с появлением нового здания, расскажет Наталья Войтенко. Раз, два, три, четыре. Не дожидаясь официального открытия, ребята из инструментального ансамбля «Палисандр» уже вовсю репетируют в новых классах. У них теперь есть собственная площадка для творчества. Раньше, когда у нас был ансамбль, нам нужно, например, было больше пространства, а теперь оно у нас появилось, и мы, например, можем уже играть большим составом. В новом здании даже дышится по-новому, говорят педагоги. Легко создать правильный настрой. Когда дети сюда приходят, они уже знают, что здесь у нас храм искусства, что они будут заниматься только музыкой, что они будут готовиться к конкурсам, олимпиадам, что ждут нас, наверное, победы. И в этом нет никаких сомнений. Ведь только в прошлом году в копилку школы добавилось около 200 побед в конкурсах разных уровней. То есть успеха добился практически каждый второй юный музыкант. Жительница поселка Разумная Дина Горкавая вспоминает, как сама около трех десятков лет назад занималась в этой школе искусств. Тогда она была просто музыкальной. Теперь азы стадного вокала здесь постигают две ее дочери. Мои дети уже старше 7 лет, младше 5 лет занимаются в музыкальной школе. Занимаются в тех же самых кабинетах, в которых занималась я. Количество детей растет, нагрузка на кабинеты увеличивается. До недавнего времени кабинетов попросту не хватало. Но руководство школы искусств вместе с родительским комитетом обратились в фонд поколения Андрея Скотча с просьбой реконструировать заброшенные помещения во дворе учебного заведения. Ремонтные работы начались летом 2014-го. Все расходы взял на себя фонд поколения. Даже было сложно представить, что из этого может получиться такое прекрасное учреждение культуры. Мы сегодня рады, что нам удалось сохранить это здание, которое длительное время было в запущении. Там где-то порядка 15 лет оно находилось в таком состоянии. И в кратчайшие сроки были выполнены реставрационные работы. Спустя полгода в новое здание переехали первые ученики. Здесь оборудованы пять классных комнат для занятий хореографией, теорией, специальностью. Отдельное помещение получил оркестр народных инструментов. Администрация Белгородского района намерена принять эстафету преобразованию фонда поколения и завершить проект по реконструкции Разуминской детской школы искусств, у которой должна появиться пристройка. Только через музыку можно человеку привить и любовь к малой родине, и любовь к искусству, и любовь к людям. И это правильно. И мы, как орган исполнительной власти Белгородского района, будем этому всячески, конечно, содействовать. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов. Новости мира Белогория.